Студент Донского государственного технического университета Федоров Алексей Валерьевич подготовил доклад на тему анализ функционирования предприятий нефтегазового сектора России на примере крупных компаний. В России сырьевая промышленность самая развита отрасль деятельности. В нашей стране находится огромное количество запасов сырья. Из-за обширной территории страны множество месторождений нефти и газа имеется для эксплуатации. Сегодня имеется множество компаний, занимающие поиском, разработкой месторождений, добычей сырья, транспортировке и экспортом. Их работа в общей сумме и показывает уровень развития нефтяного и газового сектора России. Нефтегазовая отрасль Солерев входит в число ведущих в мире, полностью обеспечивает внутренние текущие и перспективные потребности в нефти, природном газе, продуктах и переработке. На совершенном этапе развития компаний нефтегазового сектора характеризуется значительно степенью монополизации, что приводит непосредственно к зависимости состояния федерального бюджета Российской Федерации, внешнего баланса от экономических результатов их работы и финансового потенциала. В данной статье я рассмотрю деятельность различных компаний, действующих в стране, и проанализирую их деятельность. В России более 15 компаний крупных, занимающихся сырьевым бизнесом. Каждая из них имеет различные производственные показатели, выраженные в процессах, составляющие общий производственный сырьевой потенциал. Нефтегазовый отрасль в России является главным восполнителем государственного бюджета. Более 60% начислений приходится на доходы от экспорта нефти и газа за рубеж. Поэтому важно обращать внимание и регулировать отношения в сфере нефтегазовых компаний. Компании нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей выступают состав топливно-энергетического комплекса, вступающего в современных финансовых условиях и основное развитие экономики РФ. Россия занимает второе место по количеству месторождений, которые уже эксплуатируются. Примерное количество сырьевых месторождений насчитывается около 2-2,5 тысяч. Крупнейшие предприятия в основном сосредоточены в районе Западной Сибири. Именно там сосредоточены более 60% месторождений России. На сегодняшний день многие предприятия находятся в частных руках, то есть они осуществляют деятельность как индивидуальные фирмы. Главной проблемой на сегодняшний день в сырьевом бизнесе выступает истощение эксплуатационных месторождений, как нефтяных, так и газовых. Снижается темп воспроизводства сырья в стране по отношению к добыче. Выше указано свидетельство о снижениях темпов работы нефтегазовых компаний, ведущих деятельность по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Рассмотрим работу крупных компаний и их показатели развития. Это такая компания как «Газпром». Более 70% населения снабжает газа от этой компании. Вторая наиболее крупная – это «Газпромнефть». Это нефтяная компания, являющая крупной не только в России, но и по всему миру. И третья компания – это «Ростнефть». Это государственная доля составляет 70%. Эта компания является быстро развивающейся, так как за год процент добычи нефти и газа вывез на 29%. И еще одной компанией – это «Паолу Койл». После предыдущей компании эта компания занимает второе место по доходам от экспорта сырья. Начисление в бюджет составило в процентном соотношении 23%. Проанализируем количество добычи и экспорта доходов компаний, занимающихся лидирующей позицией в стране и в мире. Можно выделить перспективы для развития нефтяной и газовой отрасли. Это развитие продаж сырья внутри страны, регулирование ресурсного фонда рационально и использование и избегание истощения месторождений, создание условий для стабильного развития компаний, внедрение инновационных технологий в работу нефтегазового сектора. Решение вышеуказанных проблем позволит нефтегазовому сектору продвинуться на новый уровень, открыть новые месторождения, увеличить добычу и экспорт сырья. Необходимо в нефтевую отрасль включать государство только так, возможно продвинуть сектор и получать максимальный эффект от деятельности. Таким образом, на примере крупных нефтегазовых компаний видно, какие проблемы необходимо решать в данной отрасли. Анализируя данные о добыче, экспорте, продаже на мировом рынке сырья, можно понять, какие перспективы развития необходимо применять. Особую роль играет государственное регулирование отраслевой деятельности. На этом все.